Всем привет! Хочу оставить свой комментарий к матчу Зенита Ростова. Матч закончился с счетом 2-2. Ребят, ну наконец-то вернулось в РПЛ. Наконец-то вообще вернулся хоть какой-то футбол в мировом масштабе. Потому что Лигу Чемпионов я не могу смотреть. Или Европы, или Чемпионат Испании, Италии, Англии. Это ебаное говнище. Да мне насрать на вашу Кубок Чемпионов. Мне насрать на вашу Скудетту. Вы выходите играть для зрителей. И то, что сейчас в Лиге Чемпионов, ну блять, это блевотина какая-то. Игра без зрителей, это какой-то, знаете, это какой-то такой хуевый-хуевый межсезонный какой-то турнирчик. Где-то там, блять, там, в Арабских Эмиратах или там в Катаре, где-то там они играют, блять, без зрителей. Так, повторяю, хуевенький. Так, ну давайте сегодня вечерком сыграем там между собой какой-нибудь там турнирчик. Вот пример, вот сейчас это представляет Лигу Чемпионов. Футбол формирует зрители, зрители. Без зрителей футбол это ничто. Или, блять, прекращайте вашу Лигу Чемпионов, или пускайте всех зрителей. Вот и все. Потому что сейчас это невозможно смотреть. Почему я и ждал РПЛ? И мои ожидания, они полностью оправдались. Все матчи, которые идут, они идут с драйвом. Они идут с удалением. Они идут, блять, ну они охуенные, ребята. Да, да, наши клубы донные в Европе. Да, по мастерству Месси лучше, чем Новосельцев. Это правда. Но мне сейчас интересно смотреть Новосельцева. Или там Заболотного. Потому что это игра, это футбол, который есть. Понимаете? Во всех матчах, которые были в РПЛ, там драйв. Я увидел футбол. Какой он должен быть? Понимаете? И мастерство игроков, это не имеет никакого значения, ребят. Скорость их тоже не имеет значения. Не надо быть экспиртом. Блять, вот. А вот в Италии или в Англии, там вот идет высокий пресс. Парни, я не могу это дерьмо смотреть английской, лигой чемпионской. Потому что они, блять, суки, они не играют. Они стоят и дрочат. Мне это не интересно смотреть. Мне интересно смотреть, да, чемпионат России РПЛ. Можете меня, блять, говном кидаться. Но мне интересен чемпионат. Я каждый матч осмотрю. Я смотрел даже матч Химки. Он тоже был интересный. Он был интереснее любого матча лиги чемпионов, которые в плей-офф прошли, блять. Да, да, между Химкой и Уфой. Вот. Ну, теперь к матчу Зенита и Ростова. Ну, что можно сказать? Матч интересный был. Он полностью оправдал мои ожидания. Такой драйвовый, да. С удалением. Ну, говорить про Симака я уже заебался. Ну, вы, блять, это не тренер. Вот я считаю, что руководство Зенита надо сделать следующее. Взять Федотова из Сочи. Федотова сейчас, я считаю, самым лучшим российским тренером. Он, когда еще был в Оренбурге, он еще тогда был. Я сразу сказал, этого, блять, этого Федотова надо брать. Не важно, куда там. Зенит, Спартак. Это хороший тренер. У него со всеми командами получалось. Он, блять, Оренбург, блять, тогда, ну, Оренбург построил игру. Причем у Оренбурга вообще не было игроков тогда. В принципе, да, хороших игроков. Там игроки и ФНЛ были. Он Сочи построил. В Сочи из говна вытащил. В Сочи вылетали, ФНЛ же. Помните? Вот. И сейчас в Сочи, блять, переезжает Спартак. Идет, по-моему, на третьем месте. Блять. Я, я, ребят, я, я немного охуею, если, если Сочи выиграет чемпионат. Это же реально. Ну, реально. Ну, по крайней мере, теоретически. Вот. А то, что второе место или за третье, они вполне могут бороться. Вот. И это заслуга Федотова. Это заслуга Федота. Поэтому, если говорить про Симака и... Ну, блять, что вы можете с ним сказать? Ему сказать, вот если бы я был руководством, Зенит сказал, спасибо, Сережа, вот, за два чемпионства. Хуй с ним, мы все забудем. Мы тебя все простим. Вот тебе должность в Газпроме. Пиздуй! И никогда не приходи больше в Зенит. Ты не тренер, и никогда им не будешь. Ну, вот тебе должность в Газпроме. Будешь там отвечать. Хуй знает за что отвечать. Сидеть на своем месте, блять, кормить свою большую семью и свою ебанутую жену. Только, блять, не надо Зенитом руководить. Вот у нас хороший тренер, у нас Федотов, он будет тут несколько лет. Вот и все. Вот что должны сделать руководство Спартака. Блять, какой Спартака? Зенит, ебаный. Руководство Спартака примерно то же самое надо сделать было с Тедеско. Вот. Ну, про Спартак мы потом поговорим. В следующем ролике. Вот. Но команда, в принципе, Зенит, она играет без тренера. Понимаете? И вот когда играют игроки, условно говоря, в форме, в которых там был Дзюба, Азмун, Малком, Деуси, Бариус. Вот тогда команда играет. А сейчас, в принципе, только Азмун вышел, но он еще не в форме. Хотя мог забивать. Вот. Ну, в первом тайме Зенит, конечно, был мертвый. Мертвый. И счет 0-1 в поле Заростов он себя оправдывает полностью. А во втором Зенит, конечно, должен был, блять, забивать штук, не знаю, штук 6. То есть, моментов, 100% у Зенитов было очень много. Конечно, они, особенно после удаления, Зенит должен был забивать ножек. Вот, давайте, будем откровенны. Но там не было такой. Там дрочки, да, моментов у Зенита было очень много. Там, конечно, Песняков творил чудеса. Помните момент с Азмуном, когда Азмун, там, блять, там, с двух метров пробивал ворота, блять, как он вытащил этот мяч, хуй его знает. Вот, по поводу удаления, ну, да, оно было. Ну, ребят, ну, что вы. Азмун выходил 1-1. Причем там 1-1 был такой, что, блять, он забил бы его. Ну, может, не забил, но то, что там был 1-1, выход. Никого там рядом не было. Ну, не знаю. Мне кажется, это красная карточка. На мой взгляд. Там, естественно, у Спартаке и там, у других поклонников клуба будет другое мнение, но я считаю, что это красная карточка. То есть, я, ну, изначально, когда я повезел момент, но мне, может, и сокралось там чувство, что может не быть. А потом, когда я вот с другой обзор посмотрел, да, вот когда есть камера от ворот идет, ну, там красная карточка, он выходил 1-1, там без шанса, что кто-то его догнал, да. Причем, выход по прямой был. Даже, не то, что по прямой, даже еще лучше, чем по прямой, там чуть-чуть влево, да, и он просто в угол забивал бы мяч. Вот. Вот, по поводу возмущения Карпина, то, что второй гол Зенит забил, там, не по правилам, не по свистку. Слушайте, я смотрел в гол, я ничего там не увидел. Второй гол, я считаю, абсолютно по правилам забит. Какой там свисток должен быть? Не понял. Я, я Карпина вот здесь не понял совершенно, что, ну, он, блядь, орет, как всегда там, но в этом моменте я ничего не понял. Я считаю, что второй гол Зенит забил абсолютно по правилам. Ну, первый, то они сами себе закатили, да, вот, ну, второй гол Зенит забил по правилам. Вот, ну, а три, а четвертый гол, когда, ну, четвертый гол матч, когда Ростов отыгрался, тоже абсолютно нормально. Попал, блядь, в ногу, блядь, этому негру, и все, и ничья. И, ну, но, на мой взгляд, на мой взгляд, Зенит переиграл это матч Ростов. По моментам они намного превоззошли. Ростов, да, и, в принципе, если бы Зенит довел матч до победы, ничего удивительного в этом не было. Ну, это футбол, вот именно, что это футбол, это РПЛ, ФПЛ, который нужно смотреть, а не эта лига чемпионская дроча. Да, Зенит бы выглядел лучше, должны были много забивать они, но, но, 2-2, едем дальше, как говорится. Вот, так что, поздравляю всех с возвращением футбола, футбола наши телекраны, наконец-то, блядь, вот, вот, и ждем нового матча, впереди матч, Спартака и Рубина. А он, я думаю, будет обним. Всем пока.